В соседней Грузии оппозиция делает все, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. Протестуют против повышения цен на топливо, требуют распустить парламент и отправить в отставку премьер-министра. Но политикой дело не ограничивается. Активисты пытаются влиять даже на дела церкви. В этом убедился наш корреспондент в Тбилиси Михаил Рыбакидзе. Обрушение балкона в резиденции епископа Чкондитского отца Степана верующие уже назвали карой небесной. Пострадали шесть человек. Так активисты национального движения в Рясах пытались вернуть кресло епископа фавориту Михаила Саакашвили отцу Петре. Год назад его отлучили от церкви за оскорбление патриарха и обвинение главы Грузинской Православной Церкви в коррупции и мужеложстве. Мы за закрытыми дверями обсуждали проблемы епархии. Неизвестные люди стали собираться во дворе, а потом попытались прорваться в зал. Никто из них не был из нашего прихода. Небеса все видят. Правду на небесах пытались найти и герои грузинской кинокомедии «Чудаки». Создали воздушный агрегат, работающий на силе любви. Но улететь далеко не смогли. Этот агрегат тоже спас любовь. Молодожены на внедорожнике направлялись в дом бракосочетания на гарем Тацминда. Активисты из партии Мишико приняли их за сторонников Бедзина Иванишвили. Бедная невеста и возмущенный жених еле ноги унесли. Акция «Оскорби Беру». Бера – это сын Бедзина Иванишвили. Он тоже оказался в центре скандала. А вместе с ним – премьер-министр Иракли Гарибашвили и начальник службы государственной охраны Анзор Чубинидзе. В сети появилась запись от телефонных разговоров. Бера, который увлекается рэпом, требует наказать интернет-троллей, что пишут негативные комментарии под его клипами. Теперь вся Грузия гадает, что такое 3-3-3 и когда была сделана эта запись. Премьер утверждает, что в 2011 году. Это фабрикация и компиляция фраз из наших переговоров, сделанная еще до нашего прихода к власти. Слушали несовершеннолетнего Беру и всех, кто был в окружении Иванишвили. А теперь этим торгуют, чтобы скрыть свою несостоятельность. Это не власти, а маньяки. Они готовы стереть с лица земли всех, даже за комментарии в сетях. Было бы смешно, если бы не было так печально. С этой шайкой пора заканчивать. Все должны выражать свой протест. Конечно, в рамках закона. Оппозиция, как в грузинском мультфильме «Всесильный», пытается угодить злому хозяину леса. Танцует, поет, бегает по болотам. Чтобы напомнить о себе, активисты используют любые методы. Вот протест против роста цен на топливо. Дорогой бензин – тоже вина бензины. Мы протестуем против всего. Против несправедливости, дорогих продуктов, медикаментов, топлива. Наша власть глухая. Может быть, хотя бы так нас услышат. Помочь власти и оппозиции разобраться, кто прав, кто виноват, пытаются зарубежные политики. Что ни неделя – новый эмиссар из Европы. На этот раз в Тбилиси гостит шведский дипломат Кристиан Даниэльсон. Миссия – разрешить политический кризис. Но она может оказаться невыполнимой. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Михаил Рубакидзе, Хмичи Самадашвили. Программа «Вместе. Грузия». Программа «Вместе».